Субтитры делал DimaTorzok 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 год, пацаны, в старом времени, и из-за этого вы стоите на месте и не движетесь никуда, потому что вы боитесь воспринимать новое, вы боитесь открывать для себя новое и так далее. Сейчас куча молодых начали делать рэп, единственное, что могу сказать, большинство текстов и вообще рэпа этого я слышу без причины следствия в тексте, ну обычно это про наркотики, теолог, какие-то тусовки и что-то еще, но хотелось бы услышать что-то, все, может они могут все оставить, только что-то еще добавить, потому что только про это рэп очень грустно слушать, как-то так, можно куча разных тем и мысли, которые можно донести до людей, не только что у тебя есть, в чем ты одет, это классно все, это здорово, об этом можно читать, это здорово, но надо что-то еще привнести и тогда будет еще круче, но это чисто мое мнение, вы можете не соглашаться с этим. это как я недавно с одним мальчиком молодым поговорил, он говорит там, тебе нравится вот этот рэпер, я ему говорю, слушай, ну неплохо, я говорю, но я не могу его слушать, потому что он до меня ничего не доносит вообще, типа, все, что он говорит, это, во-первых, скорее всего, вранье, естественно, а во-вторых, это, ну это, об этом читают, типа каждый второй об этом читает, когда каждый второй об этом читает и ничего в жизни нету, как-то сомнительно становится все это слушать вообще и прослушивать, а он сказал мне, знаете, что на этом он мне сказал, он мне сказал, бля, так в этом, типа, и кайф, в этом и прикол, типа, читать, а только вот об этом, так, так глупо это подавать, типа, бля, на что я сказал, естественно, ну, у каждого, наверное, свое мнение, это его мнение, и я ни в коем случае уже не буду, наверное, там кому-то говорить, отзываться, точнее, о творчестве других людей, как-то плохо или хорошо, мне уже вообще насрать, я уже пережил это все, перерос до тысячи раз, бля, ну, как-то так, да тут реклама, это, бля, постоянно, я тебе говорю, заебаловую, реклама у меня на ютубе, посмотрите, кто у меня тут есть, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо- мышь это моя мышь посмотрите нового рэмбо ему 73 год стал он и 73 года он еще бегает и убивает погода в барсе сомнительные все затянуто облаками в казахстане не был никогда очень бы хотелось вообще увидеть и казахстан и куча других мест задумывался семья последнее время все чаще задумываюсь об этом знаете такой нелегкий вопрос так скажем завести семью конечно хочется я думаю много кому даже из вас уже чего-то хочется сложный вопрос мне сложно ответить на него как новый год буду встречать без понятия наверное в кругу нескольких так сказать знакомых муж друзей не знаю посмотрим хочу вообще в андору поехать как тебе не отвечаю пацаны на вопрос как тебе тот как тебе другой мне даже больше вам скажу не не интересно вот реально просто неинтересно вообще где в барсе катаешь больше не хожу кататься я хожу на муай тай мне его вполне хватает скейтборд что-то пока я оставил нет времени даже на самом деле кататься но я постоянно смотрю видосы как пацаны лупят и прогрессируют и приятно смотреть баскет баскетбол да иногда играю с моим другом вене он живет в барсе вене сам иногда выбираемся с ним до поиграть где можно покушать барселоне вкусно тут куча крутых мест ресторанов вкусно я просто люблю больше всего мясо и тут куча всего вкусно интересно мех про то пробовал мех пацаны чё только не пробовал честно ну что-то как-то не мое это вообще советую вам ребята на самом деле держаться подальше от этого всего потому что все ваши развлечения вот эти типа тусовки ваши да где вы собираетесь и бухаете висите торчите и там что-то делаете такое вот посмотрите на окружение когда вы будете этим заниматься там нету ни одного вашего друга потому что настоящий друг он не пожелает своему близкому путь на дно так скажем социальный да то есть травка это это безобидный наркотик хотя хотя многие многим он не так легко дается я заметил то есть ну все ваши вот эти кореша вот эти наркотики тусы это все не ваши друзья это все ваши приятели с которыми вы висите и употребляете когда будет серьезная ситуация в жизни какая-нибудь тяжелая никто из них не будет рядом с вами и никто из них не поможет вам как-то как-то так то есть я не говорю что висеть тусоваться и там это плохо да это прикольно типа там когда я был помладше я только и делал что тусовался висел и развлекался каждый день почти это было но чем ты старше становишься тем понимаешь что как-то я сейчас могу тусануться как бы жестко но привет джордж но к сожалению блять это вот знаете такая вот я не любил правду никогда типа вот в детстве мне мама постоянно говорила правду там отец мне тоже говорил правду всегда пытался что-то донести до меня я блять это меня только это бесило блять ну у меня это в бешенство приводило то что как бы блять я хочу тусоваться блять курить нахуй травку и нихуя не делать по жизни как бы и они постоянно меня щемили я такой бля как они меня бесит да когда я вырасту там это то все третье десятое как-то так хотелось бы какой-то независимости в детстве я понимаю вас прекрасно но так не получится есть работа мне очень много пишут в директе и молодых пацанов про работу знаете это работа тут она не думаю что это то что принесет вам очень много денег это принесет вам денег но это не те деньги о которых вы думаете спина не спина не болит ничего не болит слава богу меня за деда держит уже ну да не не ребята у тебя все отлично слава богу слышал ли я новый трек гонфлада нет не слышал я послушал последние релизы русских рэперов и богдан вот у меня есть мальчик сколько тебе лет вот пацану 23 года как тебя релизы последний рэпер он не хочет комментировать это тебя носа а еще мы провели параллель знаете какую блять такой жесткую параллель на самом деле вы вы вот вы вот все сами вы все сами люди вот вы аудитория там одна другая третья десятая вы все сами позволяете полному шлаку и мусору которого вообще не должно существовать в музыкальной индустрии вы сами их превозносите как вы понимаете то есть те люди которые они абсолютно не талантливые они без чувства ритма такта идей и так далее вы все сами их делаете знаменитостями и вот это вот это самая жесткая херня реально которую с которой я встретился то есть реально куча ребят молодых которые реально талантливые и очень сильно делают и у них нету нихера вообще они безызвестные они не зарабатывают денег и так далее но какие-то блять какие-то блять лютые да не адекваты они 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 блять срабатывают и существуют в вашей жизни блять и вы с них кайфуете вот это знаю на самое печальное ну это не столь важно из всех на нас последних релизов русских рэперов типы которые делают новую школу я вот этот трек вот этот трек вот этот трек он да это единственный реально трек который мне понравился чуваки который просто бьет поэк да и он вот это это да все остальное нет блять да у тебя нет денег возьми у бати у тебя нет денег парень парень молодец вот просто петюлю ему забиваю я смотрел его интервью он мне показался супер странным типом вообще супер странным когда у него еще висели дреды он мне показался прям таким странным странным интервью было он странные вещи говорил но может быть он просто прикалывался или угорал я не знаю он уже супер молодой но сейчас то что он выпустил этот трек инкассатор это это прямо ну это прямо то чем стоит блять гордиться реально вот мне не стыдно нахуй за такое за такую музыку за такой русский рэп он молодец и помимо того что он говорит что он курит блять травку там он говорит куча других вещей о которых стоит задуматься и вот об этих вещах стоит задуматься ребята а не каких то других вещах как то так Рокет молодец респект я надеюсь что в дальнейшем будет так только еще круче и еще сильнее как то так что еще еще потом кто там еще что у тейпа понятно этот трэп лав этот вообще нормальный трек абсолютно молодец что еще из последнего мне понравилось я уже говорил про тейпы на прошлой трансляции то что вот эта грустная песня вышла я мы с пацанами просто зашли посмотреть что это такое я выключил это через 20 секунд как послушал я вообще не понимаю вот это то да о чем я вам говорил вы сами превозносите превозносите полное полный мусор это невозможно слушать да я не виню то что куча людей в россии нету чувства ни слуха ни ритмики ничего я не обвиняю ни в коем случае но пиздец откровенно говоря говно такое слушать и еще чтобы оно было в топе ну брэйнс оу YG Woods зашел в трансляцию YG Woods это сейчас наверное для меня один из топовых битмарей вообще блять в холл СНГ как бы то что мы готовим с ним на альбом и почти почти весь и пи тоже с его битами песни и пи только white живут потом битмейкер сэвэджи кит хейзл кто еще мясо бит такой у меня с ним на альбоме было два трека не с флори и другой другой и пи абсолютно абсолютно другое другая музыка вообще как-то так у лил дракхилла последние два льва я даже не знаю кто это такой момент кто это хузда я даже сейчас посмотрю кто это такой и ни в коем случае наверное я не очень много в россии еще любят послушать кальянный рэп знаете такое направление вот кальянный рэп вот я не слушаю кальянный рэп его терпеть не могу потому что это ну вообще пиздец мимо нахуй даже не знаю как вам объяснить почему это мимо почему кальянный рэп это мимо потому что он он пахнет чем он пахнет дать не он такой пахнет дешевками вот так наверно так кальянный рэп пахнет дешево на хуй чип в литву ребята я вам говорю летом тур не переживайте увидимся и в литве и в эстонии и в латвии и в польше и украине и везде то санемся конкретно коляный рэп однодневка да нет какая однодневка в россии это очень популярно очень много людей слушают кальянный рэп и кайфуют от этого настроение ловит прага по-любому конечно ладно ребята желаю вам всем хорошей недели успех желаю вам всем хорошей недели успехов вам и достижений своих целей берегите себя здоровью и